Здравствуйте! В прямом эфире вечерние новости Севастополя. В студии Оксана Колесникова. Сегодня 7 ноября. И вот что я и мои коллеги подготовили для вас в этом выпуске. В школе в микрорайоне Бухта Казачья в одном из коридоров обрушился навесной потолок. Эти фотографии появились в сети. Просто из-за человеческого фактора они нарушили элементы крепления и условно прессованная бумага упала на пол. Что случилось и как повлияло происшествие на учебный процесс. Когда люди остаются один на один с протекающими крышами, грязными дворами и холодными батареями. Вы знаете, мы старенькие, уже мерзнем, на улице теплее. Сегодня в Севастополе прошел рейд по управляющим компаниям. Какие проблемы обнаружили во время проверки? Новая схема движения сегодня заработала на улице Большой Морской. Две полосы и больше нет кругового движения на Лазарева. Как теперь проехать до Одесской и объехать пробку на Большой Морской? Подробная инструкция. Для лечения самых сложных случаев в Севастопольском онкодиспансере заработал линейный ускоритель. Точность этих устройств позволяет обрабатывать ткани опухоли с точностью до доли миллиметра. А есть ли в городе специалисты, готовые им управлять? И когда аппарат заработает на полную мощность? Завершились работы по разминированию теплохода «Жан-Жарес». Грузовое судно затонуло 77 лет назад. Сколько опасных находок было найдено за месяц и какова их дальнейшая судьба? 7 ноября. Красный день календаря. Сегодня в Севастополе состоялся митинг в память об Октябрьской революции 1917 года. По итогам Октябрьской революции мы стали второй сверхдержавой мира. Как события тех лет повлияли на ход развития отечественной и всемирной истории? В школе микрорайона Бухта Казачья обрушились потолочные плиты. Эти фотографии появились в сети. На них видно, что в одном из коридоров учебного заведения часть навесного потолка лежит на полу. По имеющейся информации, во время происшествия детей в здании не было. Никто не пострадал. Вчера около 19.00 вечера прошло обрушение Армстронга потолочных покрытий плит. Как вы видите, мы сообщили тут же подрядчику и заказчику строительства. К 8 утра все было возобновлено. Потолок был восстановлен. Учебные занятия не прерывались. И никаких указаний по поводу прекращения учебного процесса не было. А эти кадры сделаны несколько часов назад. Потолок уже отремонтирован. Плиты на месте. Как пояснили в департаменте Капстроя, плиты упали не по вине строителей образовательного центра. Конструкция была смонтирована качественно. В процессе прокладки интернет-кабеля уже это не наш подрядчик, который нам школу сдал. Просто из-за человеческого фактора они нарушили элементы крепления и условно прессованная бумага упала на пол. То есть она особой опасности-то не представляла никакой. Уже все исправления завершены. Как вы видите, потолок на месте. Поставлены дополнительные усиливающие клипсы. Когда уже нет сил терпеть, сотрудники департамента городского хозяйства провели рейд по контролю работы управляющих компаний. Они проверили пять многоквартирных домов в центре города и на проспекте генерала Острякова. Оттуда ранее поступали жалобы на отсутствие отопления. В рейде участвовали представители организации парка и скверы Горсвет. Какие проблемы обнаружили во время проверки, расскажет Екатерина Брега. Когда управляющие компании отказываются слушать, жители многоквартирных домов остаются один на один с протекающими крышами, грязными дворами и холодными батареями. Отопительный сезон во всем городе начался 21 октября, но не на Советской 24. Здесь горячую воду по трубам пустили только два дня назад. Официальная причина – затянувшиеся пусконаладочные работы. При пуске отопления возникает ряд технических вопросов. Так как здесь дом имеет особенность отсутствия технического подполья, то пустить отопление необходимо развоздушить, дать возможность теплоносителю прийти. Тем более, что у нас все котельные ходили поэтапно в данный период. Ну, была небольшая, в принципе, задержка, к сожалению. Чтобы управляющие компании реагировали на обращение людей оперативнее, в департаменте городского хозяйства решили устроить рейд. Сотрудники правительства, горсвет, парки и скверы вместе проверили самые проблемные дома. Формат управляющей компании сегодня будет изменен комплексно. То есть люди должны понимать, что первоисточником решения всех проблем должна быть управляющая компания, которую они взяли на эксплуатацию жилого фонда. С отоплением в этом доме все в порядке. Но вот с благоустройством проблема. Сломанные скамейки, пустая песочница, торчащие провода. Устранить все эти замечания организация «Центр» должна за две недели. Едем по следующему адресу. Очаковцев 15. Дом другой. А вот проблемы все те же. А вот эта вот вся инфраструктура, у каждого свое. Вы знаете, мы старенькие, уже мерзнем. На улице теплее. Отопление здесь не подключали до 2 ноября. В этот день жители не выдержали и написали губернатору в соцсетях. На обращение отреагировали моментально, хотя до этого в управляющую компанию направляли несколько запросов. И безуспешно. Такая же история и на проспекте генерала Острякова. Мы обращались в диспетчерскую. Ну, нам, как они сказали, что все будут передавать. Ну, никто к нам не приходил. Теперь трубы теплые и в этом доме. И бонус для жителей. При появлении съемочных групп в подъезде начали быстро вкручивать лампочки. Риды от Департамента городского хозяйства работают как горькая пилюля для управляющих компаний. И пока они не наладят взаимодействие с жителями, такие проверки будут проводить каждую неделю. Екатерина Брега, Деливер Меджитов, Севастопольское телевидение. А с сегодняшнего дня на улице Большая Морская новая временная схема дорожного движения. Это связано с началом реконструкции улицы и заменой подземных коммуникаций. От площади Лазарева до пересечения с улицы Адмирала Октябрьского движения для автомобилей по левой полосе закрыли. Сделали его двухполосным. При этом все автомобилисты смогут пользоваться полосой для общественного транспорта. Также на площади Лазарева теперь нет кругового движения. Там разместят строительный городок. Со спуска Шестакова до улицы Одесской можно проехать через улицу Воронина и Матросский бульвар. Объехать пробку на Большой Морской можно по маршруту улица Айвазовского, Капитанская, Адмирала Владимирского, Карантинная, Пожарова. А попасть на улицу Льва Толстого можно через улицу Айвазовского и Капитанскую. Чтобы на Большой Морской не возникали заторы, водителям разрешили бесплатно парковаться на улицах Центрального холма на спуске Шестакова, Суворова и Одесской. А на улице Партизанская можно оставлять свои автомобили на обеих сторонах дороги. А на Советской восстановили ранее демонтированную историческую брусчатку. Здесь продолжается капитальный ремонт. Напомним, покрытие было снято в ходе строительно-монтажных работ. Ранее на участке побывал глава Севастополя Михаил Развожаев. У него возникло много вопросов к проводимым работам. По результату проверки глава города поручил специалистам восстановить историческую брусчатку на участке и вывести ее на нижний уровень с дорогой. Все работы сейчас выполнены. Бюджет Севастополя получит дополнительные деньги на социально-экономическое развитие города. Об этом на заседании правительства сообщил в Рио губернатора Михаил Развожаев. Финансирование в виде дополнительной субсидии рассчитано на три года. Это федеральные средства. Городская казна должна пополниться более чем на 26 миллиардов рублей. Решение о выделении денег приняли на прошлой неделе в Москве на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, которое прошло по поручению Владимира Путина. На совещании под председательством вице-премьера Дмитрия Казака присутствовал и Михаил Развожаев. Мы получим дополнительно в наш бюджет 26 миллиардов 336 миллионов рублей. В 2020 году это будет 7 миллиардов 106 миллионов рублей. Это ключевые направления, по которым нам нужно будет организовать работу. Ремонт благоустройства общественных пространств. Все, что касается приведения города в порядок капитальный ремонт многоквартирных домов, дополнительная будет целевая субсидия. На закупку техники, также коммунальной мы получим дополнительные средства. И один из важнейших приоритетов, который в том числе обсуждался и на госсовете, вот с Александром Андреевичем в прошлом деле тоже активно по этой теме работали, это приведение медицинских учреждений к стандартам оснащения, чтобы нам пройти лицензирование. Для прохождения лицензирования медучреждениям выделят наиболее крупную сумму из всех статей расходов. Порядка 7,5 миллиардов рублей. Кроме того, деньги выделяют и на разработку проектно-сметных документаций для объектов, которые позднее войдут в федеральную целевую программу. Напомним, в среду в законодательном собрании в первом чтении приняли трехлетний бюджет города. Теперь в связи с новыми поступлениями в него внесут коррективы. Эти дополнительные средства потребуют очень эффективной и слаженной работы правительства. Потому что деньги большие, это деньги дополнительно к тем средствам, которые у нас уже есть. А мы знаем, что у нас тоже дополнительно, у нас уже в действующем бюджете достаточно серьезные планы были и Владимир Васильевич по благоустройству, и по ремонту уличной дорожной сети, и по другим направлениям, и также по ремонту объектов здравоохранения. Поэтому, конечно, здесь нужна будет очень качественная организация, очень своевременное планирование проведения всех конкурсных процедур. Здесь, конечно, мы также рассчитываем на второй элемент, о котором работа ведется практически с первых дней, когда я приступил к своим обязанностям, это к определению единого поставщика по капитальным инвестициям. В Севастополе начнет работу Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Соответствующее постановление приняли сегодня на заседании правительства. Планируется, что Центр будет расположен на базе детского сада номер 130, один из корпусов которого уже оснащен необходимой материально-технической базой. На данный момент в России действует 457 подобных центров, из них 309 муниципальные, 149 регионального уровня. Таких учреждений нет только в пяти регионах. До этого момента в этом списке был и Севастополь. В дальнейшем сеть таких центров в городе расширят. Они занимаются упорядоченным работой в реализации системного подхода к решению задач обеспечения качественного образования для детей-инвалидов, детей с особенностями здоровья. Причем количество детей у нас уже более 4000 таких детей, при том, что из 87 тысяч. И тут же у нас эти центры должны заниматься теми детьми, которые испытывают трудности в обучении. Практически полный оборот и точечное воздействие на очаг заболевания. И высокий процент выздоровления. Именно такие результаты получают севастопольские врачи с помощью нового линейного ускорителя. Как работает прибор, знает Павел Мирошниченко. Вот так вокруг стола, на котором будет лежать пациент, вращается одна из частей линейного ускорителя. Этот прибор разработали и создали американские и швейцарские ученые. Вот сейчас это суперсовременное оборудование, установленное и готово к работе в городском онкодиспансере. Аппарат может практически все. И главное, вмешательство безопасно для пациентов. Сегодня у лучевых терапевтов невероятные возможности. То есть точность этих устройств, она позволяет, скажем так, обрабатывать ткани опухоли с точностью до доли миллиметра. Вот. Причем максимум энергии приходится на саму опухоль, а окружающие ткани практически остаются нетронутыми. То есть, ну, это сложный физический процесс, но тем не менее, вот на сегодняшний день мы такое можем. Линейный ускоритель – очень сложное устройство, практически лечебный робот. Сначала радиолог проводит обследование, собирает все биометрические показатели пациента. Его диагноз определяет место расположения новообразования. Данные передаются медицинскому физику для составления специальной программы. Она загружается в умный прибор. И только после этого начинается лечение. За технической перегородкой находится так называемая электронная опушка, с которой посредством термоэлектронной эмиссии получаются электроны, которые попадают в ускоряющую структуру. Затем в коллиматоре, который как раз за нас находится, есть мишень, на которой эти электроны падают и генерируется тормозное излучение, в котором, собственно, и проводится процедура облучения. Сейчас в клинике завершают настройку аппарата. Первых пациентов ждут к концу этого года. Павел Мирошниченко, Сергей Котляренко, Севастопольское телевидение. Ремонт инфекционной больницы завершат к концу года. Михаил Развожаев на заседании правительства поинтересовался у главы горздрава Сергея Шаховцова ходом ремонтных работ. Сейчас их проводят в трех корпусах медицинского учреждения. В одном из них работы почти завершены. Сергей Шаховцов добавил, риска, что выделенные на ремонт средства не освоят – нет. В больнице отремонтируют коридоры, палаты, заменят сантехнику и мебель. Напомним, в конце июля депутаты Заксобрания одобрили предложение в Рио губернатора и выделили на ремонт инфекционной больницы 60 миллионов рублей. Речь идет о старом здании медучреждения, которое продолжит работать на время строительства нового корпуса. Кроме того, стало известно, что в Севастополь поступят 12 автомобилей скорой медицинской помощи. Из них два – реанимобиля. Они закуплены, мы их получаем в соответствии с четырехсторонним государственным контрактом. Когда получаем? Машины технически уже находятся на территории города Севастополя. Ждем документы. Как только будут документы, значит, машины будут переданы. А какие документы? Документы на автомобиль. Закупкой автомобилей скорой помощи занимается Министерство промышленности и торговли. Михаил Развожаев поручил уточнить, кто конкретно отвечает за этот вопрос в ведомстве для того, чтобы ускорить процесс. А кто там курирует направление? Кто направление курирует в этом промторге? Не готов ответить на это вопрос. Подскажите мне, кто там. Хорошо, выясню. Просто как бы машины стоят, можно работать, начинать, качество менять. А мы ждем бумажку какую-то, тем более физически, если все уже готово. Хорошо. Давайте мне тогда доложите, кто там чего, и попробую ускорить этот процесс. И проще попасть к врачам и избежать очередей. Решение этих проблем ищут в департаменте здравоохранения. Один из способов использования современных технологий. Такие разработки есть в медицинском информационно-аналитическом центре. Можно ли уже сейчас записаться к специалисту, не выходя из дома? И решают ли на самом деле новые технологии проблему очереди к врачам? Узнавала Анастасия Синица. Окно в электронную регистратуру открывается всем, чьи данные знает портал госуслуги.ру. Новую систему запустили этим летом. Три месяца она работала в тестовом режиме, а сегодня показали журналистам. С помощью электронной регистратуры можно записаться к врачу или отменить назначенный прием, не выходя из дома. Все через личный кабинет. Алгоритм действий несложный. Нужно перейти на вкладку «Запись на прием», выбрать интересующее вас учреждение. Допустим, у нас это будет акушерский профиль. Здесь есть галочка «Учитывая только свободные талоны при записи», что как бы упрощает выбор. Выбираем врача-акушера-гинеколога, нажимаем кнопку «Записаться», выбираем пациента. Записать на прием можно как себя, так и ребенка, если о нем есть сведения на госуслугах. Далее выбираем удобное время и подтверждаем заявку. Распечатываем талон и идем в поликлинику. В медицинском информационно-аналитическом центре разработали и мобильное приложение электронной регистратуры. Функции те же, но это пока. Система – стартовый этап будущей виртуальной поликлиники. Ее главная задача – облегчить жизнь пациента и максимально сэкономить время. В будущем мы выстраиваем виртуальную поликлинику, в которой будут доступны лабораторные анализы, снимки КТ и МРТ, которые проходили в больницу. Можно будет заполнить дневники здоровья, их увидит врач. У нас был старый портал «Доктор-92», и сейчас он обновился. Старая версия также доступна для тех людей, которые уже привыкли к нему, к его интерфейсу. Записаться к врачу можно и через единый контакт «Центр здравоохранения». Горячая линия работает ежедневно с 8 утра до 17 часов. Телефон многоканальный, на линии одновременно 13 операторов. За день поступает до 200 обращений, но получить талон не всегда удается сразу. Девушка, скажите, пожалуйста, вам удобно будет перезвонить нам завтра в 8 утра? В данный момент, к сожалению, я не могу вам предложить свободные талоны. На нехватку талонов люди жалуются и в соцсетях. Пишут, ждать зачастую приходится месяцами. В департаменте здравоохранения о проблеме, судя по всему, знают. Вот так Горздрав прокомментировал одну из жалоб в инстаграме Михаила Развожаева. С гинекологами, как и с другими врачами первичного звена, проблема одна – дефицит медицинских работников. Отсюда и очереди. Но мы искренне надеемся, что принятые меры поддержки докторов, например, компенсация жилья врачам первичного звена, региональные доплаты и так далее, позволят выправить ситуацию. Очевидно, что одними технологиями с очередями к врачам не справиться. Задача – решить кадровый вопрос, особенно в первичном звене – поликлиниках, ФАПах. Они ближе всего к людям. И именно там не хватает специалистов. Сейчас правительство Севастополя ищет разные способы справиться с проблемой. Так, в октябре город предложил компенсировать стоимость арендованного жилья. Выплаты будут по 20 тысяч рублей. В бюджет деньги уже заложили. На очереди вопрос с заработной платой. Анастасия Синица, Александр Тарасенко, Севастопольское телевидение. О развитии здравоохранения в Севастополе пойдет речь в новом выпуске программы «Итоги недели». Уже завтра. И вот некоторые темы выпуска. Когда на улице теплее, чем в квартире. Почему в некоторых домах Севастополя до сих пор не дали отопление? Кто виноват, что батареи холодные? Ресурсники или управляющие компании? Почему в некоторых многоэтажках проблема уходит корнями в прошлый век? Разбирались, как быстро управляющая компания реагирует на жалобы и куда писать, если ситуация с батареями леденит душу? Самострой пересчитают. Минстрой России собирается создать реестр объектов самовольного строительства. Где будут искать незаконные дома? Зачем нужен реестр? И есть ли перспектива устроительной амнистии? Какая судьба ждет незаконные постройки в Севастополе? И почему частные интересы наступают на культурное наследие? Узнали, как будут наводить порядок с самовольными постройками в нашем городе? И почему без суда здесь не обойтись? Выход за границей. Севастополь как новый путь для международной торговли. Что даст городу и стране сотрудничество с Сирией? О чем договорились главы Севастополя и Тартуса на личной встрече? Новые рабочие места и проекты. Какие перспективы сотрудничества открывают для севастопольцев? С экспертом по международным отношениям обсудили новую роль Севастополя в российской экономике. Медицина онлайн. Правда ли, что записаться на прием к врачу стало проще? Когда в нашем городе заработает система виртуальная поликлиника и можно ли будет в ней без проблем получить электронный талон? Какова истинная причина гигантских очередей к врачам и сократят ли их модные электронные нововведения? Выясняли, когда наконец в Севастополе исчезнут очереди к медицинским специалистам? И причем здесь недавняя поездка Михаила Развожаева в Калининградскую область? Арт-идея. О чем молодые художники, фотографы, хореографы, музыканты и предприниматели просят власти Севастополя? Где может появиться постоянная резиденция творческого сообщества города? Что севастопольцы подсмотрели в Москве, Санкт-Петербурге и Амстердаме? Мы пообщались с творческой молодежью и выяснили, зачем Севастополе собственный арт-плей и чем художникам приглянулись заброшенные заводские цеха. Обо всем подробнее расскажет Ольга Суржикова завтра после вечернего выпуска новостей в 20.00 на севастопольском телевидении не пропустите. А вы смотрите вечерние новости Севастополя и вот о чем мы расскажем вам далее. Завершились работы по разминированию теплохода «Жан-Жарес». Грузовое судно затонуло 77 лет назад. Сколько опасных находок было найдено за месяц и какова их дальнейшая судьба? 7 ноября – красный день календаря. Сегодня в Севастополе состоялся митинг в память об Октябрьской революции 1917 года. По итогам Октябрьской революции мы стали второй сверхдержавой мира. Как события тех лет повлияли на ход развития отечественной и всемирной истории? Долгожданная новость. 23 декабря по Крымскому мосту пройдет первый пассажирский поезд. Компания «Гранд Сервис Экспресс» сообщает эту новость. Это официальный оператор ЖД-перевозок на полуострове. По маршруту Санкт-Петербург-Севастополь. Состав отправится с московского вокзала в 14 часов, а билеты начнут продавать уже завтра, 8 ноября. Поезд возобновит регулярные пассажирские перевозки между материком и полуостровом. Напомним, строительство железнодорожной части Крымского моста началось в феврале 2016 года и завершится в конце этого. Сейчас на стройплощадке устанавливают оборудование для управления железнодорожным движением. Также продолжается тестирование подсветки на фарватерном участке. Арки и опоры под ними будут светиться цветами российского флага. Одновременно с местом с мостом строят Таманский и Керченский подходы. Это дороги длиной 40 и 18 километров, соответственно. Они свяжут мост с сетью железных дорог на материке и полуострове. А сегодня утром украинский контрольный пункт въезда-выезда Каланчак, расположенный напротив пункта Армянск, прекратил пропуск лиц через государственную границу. По сообщению пограничного управления ФСБ России по республике Крым, украинская сторона границу закрыла. За предыдущие сутки пункт пропуска Армянск пересекли порядка двух с половиной тысяч граждан. Накануне стало известно о том, что там начались экстренные ремонтные работы. Причина – возможный визит президента Украины Владимира Зеленского. Он пообещал проверить Каланчак 15 ноября. Контрольный пункт пункты Чеплинка, с российской стороны пункт пропуска Перекоп и Чингар, Джанкой, продолжают работать в штатном режиме. Авиация Южного военного округа отразила атаку на Крымскую военно-морскую базу. Экипажи наших сушек не дали кораблям противника высадиться на российский берег. Это учение. Подразделения отработали взаимодействие структур. Пилоты штурмовиков, бомбардировщиков и истребителей сработали на отлично. С поставленными задачами по отражению воздушного нападения на Крымскую военно-морскую базу и нанесению авиационного удара по соединению кораблей условного противника справились. У побережья Феодосии завершились работы по разминированию теплохода «Жан-Жарес». Грузовое судно затонуло 77 лет назад во время Великой Отечественной войны. На его борту оставалось огромное количество взрывоопасных предметов. Разминирование на глубине 17 метров в замкнутом пространстве. Из-за илистого дна приходилось работать практически вслепую. За месяц «Жан-Жареса» было поднято на поверхности, уничтожено 61 103 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной. Среди них две фугасные авиационные бомбы, авиабомбы, детонаторы, артиллерийские снаряды, патроны, ручные гранаты. На трассе Таврида произошло ДТП. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал за пределы полотна. Авто перевернулось, человек оказался зажат в салоне. Выбраться самостоятельно не мог. Из-под капота стало вырываться пламя. Это легенда учений, которые провели спасатели и пожарные на одном из самых аварийных участках Тавриды. Службы действовали параллельно. Спасатели с помощью гидравлического инструмента сумели быстро извлечь пострадавшего из салона. Пожарные расчеты взяли на себя тушение пожара. С поставленными задачами все подразделения справились на отлично и максимально короткие сроки. Кстати, главная крымская трасса Таврида готова на 80% и на ней практически завершено строительство искусственных сооружений. Эти данные озвучили сегодня. Четырехполосная магистраль станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Длина первых семи этапов составит 251 километр, 13 из которых пройдут по территории Севастополя. В конце прошлого года было открыто автомобильное движение по участку Симферополь-Керчь. Укладку двух слоев асфальта на всем протяжении дороги планируется завершить до конца этого года. На отдельных участках уже есть финишное асфальтобетонное покрытие. Сейчас устанавливают барьерное ограждение на разделительной полосе. А сегодня у мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов состоялся митинг в память об Октябрьской революции 1917 года. Ветераны, общественные организации Севастополя, дети войны, школьники и студенты пришли с флагами Коммунистической партии России, а также яркими транспарантами и воздушными шарами. Всего на памятном мероприятии собралось более 300 человек. Многие из них отмечают, что сегодня у города-героя настоящий праздник. 7 ноября для поколения нашего поколения дало возможность получить свободу в развитии, получить бесплатное образование, право выбора профессии, а самое главное – в жизни. Напомним, Октябрьская революция – одно из крупнейших политических событий 20 века. Она произошла в 1917 году. События тех лет значительно повлияли на ход развития не только отечественной истории, но и всемирной. Если в начале 20 века Россия была преимущественно малограмотной, лапотной державой, то по итогам Октябрьской революции мы стали второй сверхдержавой мира, которая открыла человечеству дорогу в космос. Именно после Октябрьской революции в так называемых передовых странах стали вводить прогрессивное рабочее законодательство, стали сокращать продолжительность рабочего дня, а женщины получили свои права наравне с мужчинами. И все это дал Великий Октябрь. Музей Черноморского флота, Михайловская батарея и музей подводных лодок в Балаклаве станут филиалами Центрального военно-морского музея. В ближайшее время после подписания приказа министром обороны решение получит статус официального. Что поменяется в нашем следующем сюжете. В Балаклавском музее фортификационных сооружений решение о присоединении к крупнейшему в России и одному из старейших в мире музею ждали давно. Ранее подземелья Холодной войны пять лет назад стала южной площадкой военно-исторического музея фортификационных сооружений России. Но получить статус автономного учреждения так и не получилось. Мешали бюрократические вопросы и проблемы с кадастром. Музей работал достаточно активно. Ежегодно его посещают не менее 220 тысяч человек. Общая прибыль 50 миллионов. Вот только назад возвращалось не более 300 тысяч. Для развития этого очень мало. Путь решения проблемы – обращение в Министерство обороны с просьбой о присоединении к Центральному военно-морскому музею. Опыт у Центрального музея есть. У них шесть филиалов. Но самое главное, что один из них – это музей Балтийского флота. Он был тоже на таком низком уровне и по посещаемости, и по заработку, и по развитию. И в течение двух лет ситуация изменилась сразу на 180 градусов. Почему? Потому что те фонды, которые есть в Центральном музее, и те выставки, которые стали с Центрального музея приезжать в Балтийск, в этот музей Балтфлота, люди пошли. Руководители комплекса рассказывают, слияние в первую очередь методическая помощь в организации жизни музея. Здесь уже готов проект полного пересмотра действующей экспозиции. Сейчас у нас большая часть здесь посвящена подводным силам Чараморского флота. Значит, это всё отсюда уберётся. Останется только то, что ядерный арсенал. Вот мы сейчас с вами стоим у одного из мест, где проводились регламентные работы с ядерным боезапасом. Таких мест здесь будет четыре, как оно и было на самом деле. То есть мы приведём всё к истинному состоянию. Помимо кардинального пересмотра экспозиции, руководство музея также планирует восстановить вот эти противоударные ворота. Каждая из створок весит около 10 тонн. И для того, чтобы туристы смогли увидеть, как они закрываются, нужно восстановить электрическое управление. Ремонтировать в этом музее нужно не только ворота. Давно требуют восстановления и некоторые помещения. Например, вот этот достаточно просторный ангар может стать ещё одним экспозиционным залом. Но пока это невозможно. Вовнутрь, снаружи попадает вода. Подпорные конструкции ржавеют. Нужны определённые денежные средства, чтобы это всё отремонтировать и прекратить течь, и на этом месте создать какие-то экспозиции или зону отдыха для посетителей и так далее. Поэтому со вступлением в центральный музей мы надеемся, а мы это уже проговаривали, что выберем те места, которые более нам необходимы для первого ремонта, ну и в последующем отремонтировать все помещения, которые у нас имеются. Изменения коснутся и сотрудников музея. Сокращений, пообещал руководство, точно не будет. А вот зарплаты вырастут. Павел Мирошниченко, Делевер Меджитов, Севастопольское телевидение. Завершаются голосования за народного участкового страны. Во всероссийском конкурсе принимает участие севастопольский участковый Сергей Снегирёв. Он победил в региональном этапе и вышел в финал. В системе Министерства внутренних дел Сергей Снегирёв с 1998 года работал следователем, потом уволился, но после событий 2014 года принял решение вернуться и не в кабинет, а на участок. И вот спустя три года два больших села, Терновка и родное с населением более 3,5 тысяч человек могут спать почти спокойно. За порядком следит майор Снегирёв. За это время раскрыто более 30 преступлений и составлено не одна сотня административных протоколов. Сейчас идет финальное онлайн-голосование. Оно началось 1 ноября. Итоги подведут 10-го, пока у Сергея Снегирёва не очень много голосов. Лидирует представитель Ивановской области. За него уже проголосовало почти 15 тысяч человек. Напомню, победитель, кроме звания народного, получит приз автомобиль УАЗ «Патриот». И в завершение выпуска о погоде. Завтра в Севастополе тепло и солнечно. Температура ночью плюс 14-15 градусов, днём до 19 тепла. Давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 70%, ветер юго-восточный 2-3 метра в секунду. Температура морской воды плюс 16 градусов. А сразу после выпуска смотрите продолжение сериала «Банды». А это были вечерние новости Севастополя. В студии работала Оксана Колесникова. Спасибо, что вы с нами. И до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин